Футбольный этап района Спартакиады начался с состязанием женских школьных команд. 6 октября искусственное поле микрорайона 7-7А напоминало улей. На нем усердно трудились 16 сборных команд городских школ. Поле разделили на 4 мини-футбольных площадки, и городские школьные команды приступили к игре. По регламенту в каждом матче по два тайма протяженностью 7 минут. Судьи состязания отмечали большой интерес и энтузиазм, с которым одинцовские школьницы играют в футбол. Большоество с энтузиазмом, с желанием даже. Не бояться выйти на поле, играть. Девочки играют потрясающе, молодцы все, с задором, настроение хорошее, улыбки. Это самое главное. Пока без травм. О тяге к футболу молодежи говорит тот факт, что в городе нет пустующих футбольных площадок. Удивительно, но девушки в этом виде спорта проявляют необычайную активность. К примеру, капитан команды школы номер 16 Мария Антоненко призналась, что в свободное время играет в футбол. Всегда играем в футбол, независимо от того, ездим мы на соревнования или играем в него в школе. Играем после уроков, когда там с мальчиками очень много играем, они нас тренируют, так сказать. Чаще всего тонн футбольной встречи задают опытные игроки. В этот раз несколько школьных команд укрепились действующими футболистками, тренирующимися в Одинцовской детско-юношеской спортивной школе. Присутствие профессионалов добавляло встречи красочности. В игре прослеживался грамотный рисунок и хитрые ходы. Многие школы, там по два, по три игрока, которые занимаются нашей городской команде. И эти команды, соответственно, выглядят по-другому. У них уже прослеживается игра, передача, они умно играют, поэтому это видно. По итогам первого футбольного дня спартакиады лучший результат показала женская сборная лицей номер 6. Второе место заняли футболистки седьмой гимназии, третье – школьницы из гимназии номер 4. 6 октября также определились победители в районных состязаниях по четырем зонам. Командам, занявшим первые места, предстоит игра в суперфинале.